МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомитая белорусская спортсменка Александра Герасименя сёня провела майстер-класс в Гомельском палаце водных видов спорта. Зимовый характер на дворья на гэтым тыд не захавается, а ле морозы у правнан нескалядными значна ослабнуть. И больш подробязна об гэтым и не только. На Гомельщине сёня стартовал областный этап Республиканской олимпиады по школьных предметах. Сё летая на пройдзе на 11 пляцовках Гомеля и Жлобина. Наши корреспонденты одним из первых сустрели у дельников олимпиады и доведалися, у яких умовах лепшые навученцы региона будуть проживать и змагаться. Основные пляцовки для проведения предметных олимпиад установы прав тых адукации. По-перше, тут есть специальные учебные кабинеты, по-другое, интернаты для проживания олимпиадников. Правда, есть и выключенни. Например, практичные туры по информатице, биологии и химии пройдут на базе Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. У дельников областного этапа Республиканской олимпиады по школьных предметах у Гомельским державным профессийно-техничным колледжи «Кулинары», как и у инших установок адукации региона, сегодня сустрели гостина. Для этих одоранных подлетков подрихтовали комфортные умовы проживания. У тульные покои гостям сподобались, однако хвалявания операт с поборництвами у сёроуна Хапая. Довольно-таки хорошее, тёплое общежитие, кровати удобные, комната хорошая. Перед каждыми соревнованиями есть волнение. Поверим в себя и как-нибудь с ними справимся. В этом году надеемся, что тоже своему району принесем призовые места. Я езжу сюда не первый год и с каждым разом всё лучшее впечатление, всё лучшее условие и ощущение просто непередаваемое. Боевой настрой, немножко самоуверенности, но так в принципе отлично. Я здесь первый раз, мне тоже всё очень понравилось. Очень понравилась комната, в которой меня поселили, волнение есть. Будем повторять и надеяться на лучшее. Всё лето подчас областного этапа Республиканской Олимпиады по школьных предметах своеведы по 17 дисциплинах продемонструют 1200 наученцев. Непосредственно Гомель представить 388. У состав журы включили амаль 140 человек, представников практически всех высшейших научных установ региона. Треба означать, подчас проведения интеллектуального спаборництва для олимпиадников створать не только умовы для самопадрыхтовки, для их проведуть культурно-забавляльные программы, организують работу спортивных секций, библиотек и компьютерных классов. Особливую увагу меркуется уделить строгому выкананию санитарных потребований. Протягиваем выпуск. С понижением температуры в Гомельской области повеличилась колькасть пожаров. За минулое выходное зафиксовано 14 узгаранняв. Загинули 4 человеки. Я ще одного отрималася выратовать. В оголе с початку года в Гомельской области по час пожаров загинули 8 человек. Усе трагичные выпадки подобные один на одного. Практично завсюди головная причина узгарання, унястя рожная выходжение за огнем. А малюси, кто загинул, одинокие пенсионеры. Мы исключили практически все технические причины по гибели людей на пожарах. То есть это не от печки происходит, не от короткого замыкания, а происходит именно по неосторожному обращению с огнем. Вот возьмем 8 человек погибших. У нас, к сожалению, 7 из них пенсионеры. То есть это люди 23-34 года рождения, за которыми дети, которые выросли, должны ухаживать. А мы к этому еще не пришли. Сами, наверное, взрослые не осознали, что за стариками и за детьми надо смотреть одинаково. У студене 2016 года по час пожаров у Гомельской области загинули 25 человек. Уходким часом бесплатный Wi-Fi з'явится во всех кинотеатрах Гомеля. Зараз такой послугой же хары гостя областного центра могут скаристаться у кинотеатра имя Калинина. Про то, как супрацовники коммунального унитарного предприемства «Кинотаур» имкнутся поширать пералик послуг, и какие еще интересные проекты рыхтуют для своих наведовальников, репортаж наших корреспондентов. Как правило, на киносеансы люди приходят к рыху загадя. А тому зараз у кинотеатра имя Калинина провести этот свободный час можно с корыстю. На днях тут з'явился бесплатный доступ у интернет. Кабым скаристаться, треба подключиться до кропки доступа Калинина Free Wi-Fi. Увести номер мобильного телефона на сторонце авторизации, затем пароль затриманного СМС-поведомления. Жадающих скаристаться новой сучасной послугой шмат. Тым часом на раканне у ни у кого не возникает. Как для меня любителя посидеть в ВКонтакте, в Инстаграме. Это очень удобно. Так как на фильм приходишь заранее, можно зайти в интернет. И все грузят, и картинки, и фотографии, быстрый. Очень удобно. Уход Кимша с бесплатный Wi-Fi з'явится еще у двух кинотеатрах областного центра «Мир» и «Кастрычник». У целом, сопрацовники коммунального гаунитарного предприемства «Кинотауры» мкнуться постоянно, поширать спиралик послух и радовать новыми цикавыми проектами своих наведывальников. Так, одним из новогодних подарунков для киноманов стала презентация после рестаурации фойе кинотеатра имя Калинина. Тут з'явились алюстранные колонны, кованая лестница, электрокамин, подлога, яка имитуя шахматную дожку, а так само утульная зона релаксации с мягкими канапами и креслами. Оригинальные дизайнерские рашини и новая ультрасучасная обличка зарабила наведывание кинотеатра яшо больш комфортным. Что тычутся гучных премьер, яке все лето выйдуц на экраны гомельских кинотеатров. Гэта «Великая стяна», «Абаронцы», «Форсаж», «Пираты Карибского моря», «Трансформеры», «Зорные войны». Зараз за аншлагом идутся такие киностушки, як «Елки-пять», «Тры-волоты» и «Морский цар». Все лето на экранах гомельских кинотеатров так само адновится показ легендарных спектакляв и опер у онлайн-трансляции. Першим аматоры высокого мастатства башать балет «Лебединое озеро». Так само в 2017-м будет протягнута шмат годовая традиция супроводжения особных кинопремьер цикавыми презентациями або с устречами с творчей группой фильма. Мы не стоим на месте, мы стараемся развиваться, стараемся искать что-то новое, привлекать зрителей, чтобы это было им интересно, комфортно, удобно. Я вам хочу сказать, что практически каждый месяц у нас будут суперновинки, которые, несомненно, привлекут гомельчан, гостей нашего города в наши кинозалы. Вероника Ворошилина, Максим Савин, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Уладальница трёх олимпийских медалёв по плаванне Александра Герасименя провела у Гомельской области серую майстер-классов для юных спортсменов. Один из них отбылся сёння у Гомельским палаце водных видов спорта. Одна из мет таких сустреч – мотивация юных спортсменов до занятков плаванием. Уладальница двух сребранных медалёв Лондона и бронзы Ре де Жанейро Александра Герасименя – яскравый приклад поспеху. Она не только символ сучасного белорусского плавання, а ле левшая реклама гэтаму виду спорту. Перед тем, як приступить до занятков – знаёмства. Дети литерально засыпали Александру пытаннями. Любимая страва, стиль плавання и гэтак далей. Поделилась аспортсменка и сокретом своих поспехов. Этого секрета нет на самом деле. Основное, что нужно, это первое, конечно же, верить в себя, верить в свой успех, в свою победу. Второе – это работать по полной на 100%, иногда и на 200%, но опять-таки уметь понять и чувствовать свой организм. Ну и третье – это, конечно же, квалифицированный тренер, который тебе поможет, подскажет и найдёт с вами общий язык. Плывцы рупливо працевали под херовництвом слабутой спортсменки и уважливо прислуховывались до ЕЕ парад. Допамагал Александры гомельский спортсмен Яуген Цуркин. Призерку олимпийских гульняв и чемпиона Европы связывались романтичные относины. Завершилась с встреча «Аутограф-сессией». Сегодня Александра Герасименя таксама проведе майстер-класс у Светлогорску. Завтра яе чекаюць у Гродзенской области. И опошнее. Зимовый характер на двор я на гэтым тыдни захаваецца, а ле морозы упарауна нескалядными значна ослабнуть. Сегодня у на числу пок термометр опустится до минус 7 градусов. Заутурка температура поветра почти поступово повеличиваться. И ночью 12-го студене дойдя до нуля. Однако уже у пятницу знову похолодает до минус 5. Что тычутся опадка, то спанядделка по асераду синоптыки ни снегу, ни дождю не прогнозуют. А высечать вер 12-го студене чекается снег, який будет исти прикладно 2 дни. А кроме того, на наступный день у пятницу прогнозуются мятелица. Вы глядели информационный выпуск телерадио компании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочем с развецем паде Гомеля в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин